Плоскостопие, нисколько не преувеличивая, можно назвать всеобщим заболеванием, учитывая его широчайшую распространенность. Причины плоскостопия каждый объясняет по-своему. Одни – наследственностью, другие – неподходящей обувью, тюдячим образом жизни или наоборот – работой, так сказать, на ногах. Но мало кто понимает, что истуки болезни коренятся в годах раннего детства. А потому так важно именно в детском возрасте избавиться от этого недуга. Плоскостопие – это деформация стопы у детей, связанная с разбалансировкой мышечно-связочного аппарата стопы, при котором происходит уплощение поперечного либо продольного свода в стопы, чаще это продольные своды стопы у детей. Чаще всего мы наблюдаем такое состояние у детей в возрасте от 8 до 16 лет. Это тот возраст, в котором необходимо что-то с этим состоянием делать. Можно назвать это заболеванием, сильно опасного в этом, конечно, ничего нет. Однако это состояние может снижать качество жизни детей и в будущем, когда эти дети станут взрослыми и приводить к болям в стопах, при нагрузках, снижению активности таких пациентов. Поэтому, конечно, заниматься этим вопросом стоит. Субъективные жалобы при плоскостопии возникают далеко не всегда. Да, обычно они появляются при значительной деформации стопы. Детей беспокоят постоянные ноющие боли в ногах, быстрая утомляемость и отечность, возникающие при длительной ходьбе. Из-за этого затруднено передвижение на далекие расстояния. Так и случилось у 11-летнего Максима. Побеседовав с папой мальчика, стало понятно, что родители проблемы со стопами Максима заметили по его походке и жалобам на боли в ногах. Незамедлительно обратились к специалистам, где был поставлен диагноз плоскостопия. Лечение плоскостопия имеет два основных направления. Это консервативное лечение и хирургическое. Естественно, начинается лечение плоскостопия с консервативных методов. То есть у детей дошкольников это не совсем плоскостопие. Это называется вальгусной установкой стопы. То есть свод стопы активно формируется вместе с общим ростом стопы. И достаточно часто у детей вот эта вальгусная установка проходит и проблема исчезает. Если же свод стопы не развился, либо развивается ухудшающаяся ситуация, плоско-вальгусная деформация, существуют минимально инвазивные хирургические методы. Это широко сейчас применяемый везде в мире латеральный корригирующий артеровиз подторанного сустава. Довольно сложное название. Но суть метода сводится к установке импланта в подторанный сустав. То есть это небольшой специальный винт через минимальный доступ, который позволяет скоррегировать движение в подторанном суставе. У нас такой в стопах есть, который не дает гиперпронации стопы. На сегодняшний день у нас есть один такой пациент, он прооперированный из района. Результат первичной коррекции уже мы видим к концу, уже после операционного периода. В дальнейшем надеемся, что мы ему помогли. Родители не должны заблуждаться в отношении малой значимости плоскостопия у ребенка. Печальные последствия такого отношения к заболеванию не заставят себя ждать и могут осложнить всю дальнейшую жизнь ребенка. Ограничат выбор профессии, вызовут страдания и болевые ощущения.